Это информационный тележурнал «День за днём» о самых заметных событиях жизни города и региона. Вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени». Я Константин Симонов. Здравствуйте. На железнодорожном вокзале Тобольска ввели в эксплуатацию крытый надземный переход. Решилась одна из главных проблем пассажиров, прибывающих на эту станцию. Многие годы поезда приходили на второй путь, где не было высокой платформы. Люди, порой рискуя жизнью, перебегали через железнодорожное полотно. Теперь в их распоряжении два лифта и тёплый переход. О новациях железнодорожников расскажет Ольга Куричко. Поезд 102 «Пенза-Нижний Вартоск» прибывает в Тобольск высокой платформе. Впервые пассажирам не придётся думать, как попасть на вокзал. 30 метров по крытому переходу – и они там. Люди бежали, даже и прыгали, чтобы не опоздать. А теперь будет хорошо. Люди поднимутся, на лифте спустятся. Тем более дети ездят, школьники поедут. Для маломобильных граждан здесь два лифта. Один у платформы, другой на вокзале. Комплексную реконструкцию организовали крупные инвесторы. Конкурс «Надземный переход» в Тобольске – он пока первый и единственный на Свердловской железной дороге. Его финансировала компания «Сибур» и «Железная дорога». Перемены на железной дороге своевременные. С пуском завода «Заопсибнефтехим» грузоперевозки на станции Тобольск вырастут в разы. Мы здесь переустроили горловины, в частности, вот эту южную горловину, очень много стрелок переложили. Изначально это подразвитие «Сибура». Здесь построен новый пост электрической централизации, из которого осуществляется управление всем приёмом и отправлением поездов. Пассажиропоток растёт и за счёт туристов. Обслуживание гостей улучшается. «Надземный переход» теперь позволяет людям укрыться от непогоды, повышает их безопасность. Большое очень удобство. Не придётся пассажирам переходить через железнодорожные пути. Вход осуществляется внутри здания вокзала. В сутки у нас на станцию приходит 20 поездов. Ну, в среднем половина из них к высокой платформе. Вагоны все войдут в платформу. За пределами платформы ни один вагон не остановится. После реконструкции станция «Тобольск» способна обслуживать до 45 поездов в сутки. Это в два раза больше, чем сейчас. По экономическим прогнозам развития региона, перевозки здесь будут расти в ближайшие 5-6 лет. Ольга Куричко, Михаил Куричко. «Тобольское время». В нижнем посаде «Тобольска» появилась современная интерактивная детская площадка. На территории «Экопарка» у школы номер 15 теперь можно отдыхать, учиться и играть. Проект реализован в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел» компании «Сибур». «Экопарк Абрамовский» стал еще и игровым. Прежде здесь были спортивная площадка, фонтан, сцена под открытым небом. Теперь смонтировали интерактивный игровой комплекс для детей. Горка, качели, турники и карусель – все это появилось в парке благодаря усилиям директора школы при поддержке городской администрации. Здесь проводятся уроки по всем предметам, под открытым небом. Здесь идет исследовательская работа детей, работа с растениями, природными материалами, экологические проблемы, какие мы ставим. То есть это класс под открытым небом. Заброшенный сквер площадью 20 соток присоединили к 15-й школе. Уже два года здесь создают образовательный досуговый центр. Он стал местом притяжения для жителей Нижнего посада Тобольска. Здесь школьники проводят исследования, высаживают лекарственные растения, работает питомник, проводятся уроки на свежем воздухе в рамках проекта «Зеленый класс». В течение лета произошла трансформация, у нас появились спортивные объекты. И на сегодняшний день это уже третий этап развития. На самом деле это замечательно. Парк растет, количество посетителей увеличивается. Есть возможность провести организованно свой досуг, отдых, побыть на природе. Пару месяцев назад, посещая парк, глава Тобольска Максим Афанасьев пообещал создать здесь игровую зону для детей. Сказал – сделал. Это не просто набор каких-то элементов благоустройства. Это такое уже обжитое место, где люди хотят отдыхать и чувствовать себя комфортно. И в рамках программы «Комфортная городская среда», которая сегодня является приоритетной, такой подарок для жителей Нижнего посада, наверное, является достойным. Еще планируют отремонтировать здесь подъездные пути и доделать освещение. Новые игровые комплексы появились и во дворе дома номер 40 по улице Семена Ремезова. Тематическую площадку в стиле сказки «Конек-горбунок» монтировали в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». Мне очень нравится, она веселая. Раньше было скучно, потому что не было таких крутых качелей. И мы просто качались на таких одинальных. А сейчас и качели сцепки есть, и песочница новая, ну и горка для маленьких детей. До конца года в Тобольске откроют еще пять детских площадок, которые вошли в программу «Тобольск-2020». А значит, больше детей будут проводить время на улице с пользой. Марина Казанцева, Мария Гребенюк, Михаил Куричко. «Тобольское время». Трехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Юлия Ефимова провела мастер-класс для тобольских детей. Но началось все в спортивном комплексе «Тигренок» с автограф-сессии, где каждый смог сфотографироваться со знаменитой спортсменкой. А после она поделилась впечатлениями от общения с ребятами. Мне очень нравится, потому что действительно дети-то они везде хорошие, везде прям чувствую, что детскую любовь ее ничем не подкупить. Но вот северные города, и особенно отдаленные, как-то, я знаю, может такое, что они не привыкли к этому, у них вот что-то новое. И я надеюсь, что это им хоть что-то дает какую-то частичку, не знаю, заложит желание влюбиться, потому что есть такого же маленького городка. Олимпийца, еще шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы поделилась любимыми упражнениями с юными спортсменами и дала несколько заданий. В непринужденной обстановке поговорили о спорте, посмеялись и поплавали. На подростков это произвело огромное впечатление. Мой кумир. Я слежу за ней, как она тренируется, как она выступает на соревнованиях. Я стараюсь не пропускать все чемпионаты, олимпийские игры, смотреть, как она плавает, чтобы наблюдать за ее техникой, улучшать свою и добиваться дальше целей. Напомню, победа Ефимовой на дистанции 50 метров брасом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира. Она рекордсмен по количеству медалей и чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов. Их у Юлии 17. О других спортивных достижениях табаляков расскажем прямо сейчас. Рубрика подготовлена совместно с городским комитетом по физкультуре и спорту. Открытие хоккейного сезона во дворце спорта «Кристалл» состоялось в нашу пользу. По итогам игр среди юношей 2009 года рождения команда «Ангел Сибири» заняла первое место. На втором – старт из Челябинска. На третьем – «Омский авангард». Более 450 любителей бега из 19 регионов России приняли участие в полумарафоне «Ампер». Он состоялся в культурной столице Сибири в рамках программы социальных инвестиций в формулах хороших дел компании «Сибур». Участники могли пробежать по трем дистанциям – 21,5, 10 и 5,5 километров. Табаляки Валентин Акова и Рушана Абдуалеева стали серебряными призерами на самой короткой дистанции. А до бронзовой медали добежала Светлана Самохина. В Завдоуковске на втором этапе Кубка Тюменской области по летнему биатлону тобольские спортсмены тоже отличились. В индивидуальной гонке золото завоевал Денис Майгаров, серебро – у Ксении Максимовой. В спринте второе место заняли Александра Сычугова и Никита Малюгин. В Смоленске на всероссийских финальных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» команда воспитанников Дю США номер два заняла в турнирной таблице 42-ю строчку из 70 команд. На резервном поле стадиона Табо провели матч команды волонтеров и администрации города. Девизом поединка стал лозунг «Доверяй, играя». Встреча состоялась в рамках федерального проекта. Игра была жаркой и с ноткой юмора. На поле вместо привычных двух ворот оказалось четыре. Иногда мяч летел совсем не в игровые ворота. Позитива добавляли комментаторы, которые подбадривали игроков и веселили собравшихся болельщиков. Мероприятие проходит в рамках областного марафона, посвященного 75-летию Тюменской области со дня ее рождения. Этот марафон – Тюменская область, территория Дубрия. Футбол – это такой общенародный вид спорта, поэтому хоть кто-то когда-то играл. Что в детстве, что в школе, что в институте. Но цель – не выиграть, забить там много голов и так далее. Цель – это вот именно что. Играй и доверяй. Цель такая. В любое время, и в любом городе, и в любой стране это движение нужно. Товарищеская встреча завершилась со счетом 6-3 в пользу команды администрации. После матча участники пообщались за чашкой чая, узнали больше о волонтерских проектах. Решили встречаться чаще. Теперь уже на волейбольной, баскетбольной площадках и даже на хоккейном корте. Еще один мастер-класс от титулованного спортсмена, бразильца Дел Сио Перейра, обладателя черного пояса по кикбоксингу, четвертого Дана и звания чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу. В тренировках приняли участие не только дети, но и тренеры по единоборствам. Я уже не первый год приезжаю в Тобольск. Каждый раз замечаю, что ребята растут и растут с каждым разом. Конечно, в некоторых соревнованиях мы уже получали какие-то баллы. Мы получали медали. В Тобольске Дел Сио Перейра уже в шестой раз. В каждый свой приезд он проводит аттестацию спортсменов. Это повышение квалификации, назовем это так, потому что все-таки он живет ближе к миру, чем мы. Мы учимся у него, потом передаем этот опыт. Для детей это в какой-то мере праздник, потому что он необычный, он очень жизнерадостный человек. Развивают тобольские тренеры и родственные бразильскому джиу-джитсу виды единоборств, которые признаны официальными видами спорта в России. По их словам, таблики активно участвуют в различных соревнованиях, в частности по классическому джиу-джитсу. Как на выезде, так и дома. В среднем соревнования по единоборствам собирают до 200 спортсменов. Делиться новостями со всем городом очень легко. Просто позвоните в нашу редакцию по телефону 25 27 98. Или оставьте сообщение в официальных группах «Тобольского времени» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Расскажите то, о чем невозможно молчать. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на «Тобольском времени». Среду в Тобольске теплее. Днем до 15 градусов. Ночью на термометре 7-10. Ветер западный 2 метра в секунду. Облачно возможен небольшой дождь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»